Первым о том, что молитва слов архимандрита Калиста сохранена, находится в хороших руках, узнал насильник Жадовской пустыни Игумен Никодим. Ему на электронную почту пришло письмо от Ризничего Свято-Яковлевского Димитриевского монастыря города Ростов-Великий Ярославской епархии иеромонаха Сергея Губина. В послании сообщалось, что реликвия Жадовского монастыря, похинувшая обитель вместе с последним ее настоятелем 90 лет назад, не только сохранилась, но и находится в прекрасном состоянии. В Москве, в букинистическом магазине, я искал себе брать послов и увидел вот такой вот разворот книги. Я понял, что это все реликвия, и надо срочно ее оттуда изъять у этих людей, чтобы она не заправила не все руки. Я понял, что это книга какого-то священноисповеднику принадлежала. Я потом почитал, да, узнал, что к чему, и, конечно, был очень приятно, удивлен. Отец Сергий, не задумываясь, через знакомых передал реликвию в Жадовский монастырь. Эта книга за ровно 90 лет преодолела огромные расстояния и сменила много обладателей. Она была у архимандрита Калиста последние 25 лет его жизни. Затем у батюшки, который схоронил последнего настоятеля и сделал в молитвослове свои отметки. Потом, видимо, за бесценок попала к перекупщикам. Теперь она навечно вернулась домой. Ну, это такой артефакт, который нас соединяет вот именно с архимандритом Калистом, с братьями прежде у монастыря. Как же здесь передать ценность? Это ценность именно связи нашей вот с братьями монастыря. Молитва слов приехал в Жадовский монастырь в отличном состоянии. Видно, что его реставрировали. Скорее всего, после кончина архимандрита Калиста его не использовали по назначению. К тому же последний настоятель старинной жадовской обители был не первым хозяином этого молитвослова. Видимо, он достался батюшке в подарок, так как книга выпущена в 1889 году. А у тогда еще и армонаха Калиста она оказалась в 1908. В книжных лавках конца 19 века это издание стоило 2 рубля, что сравнимо с килограммом красной икры. Теперь пропутешествовал в почти век молитвослов в руках людей, которые восстановили монастырь и начали его новейшую историю. Милостью Божией, молитвами братьев, святой обители сей, этот молитвослов прибыл назад к себе. Будем впадать на то, что святой архимандриту Калиста принял свою мученическую кончину, а Бог принял его молитвы и его святую душу своей обители. Сейчас в Жадовском монастыре идет сбор средств на установку памятника архимандриту Калисту и всей погибшей в годы лихолетий братья и монастыря. Монумент расположен в архиерейском фруктовом саду на территории обители. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Унправда ТВ. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии.